друзья всем привет меня зовут наталья носова и я отвечаю на детские и не только вопросы сегодня я отвечу на вопрос роман рыбакова почему мурчат коты что это о чем ты слышишь этот странный звук о это ты мурчишь ой что правда но на самом деле конечно кошачьи мурчание это всем известный процесс очень приятный если у вас на коленях сидит мурчащий пот или он трется ваши ноги вы ощущаете прилив хорошего настроения вам становится уютно но возникает вопрос как они урчат и почему но давайте сначала разберемся как они это делают специального какого-то органа при помощи которого они издают эти звуки мурчащие у них нет и существовали разные предположения собственно говоря как же происходит мурчание сначала считалось что это происходит из-за прилива крови к нижней полу и вене но впоследствии оказалось что нет кровь тут совершенно ни при чем и что все дело в устройстве голосового аппарата в устройстве гортани мышцы гортани начинают очень быстро сокращаться и при этом они сжимают или растягивают голосовой щель из-за этого происходит вибрация воздуха проходящего через дыхательные пути и соответственно наши домашние кошки как и многие другие кошки других видов могут урчать и при вдохе и при выдохе то есть в какую бы сторону не проходил воздух через голосовую щель мы с вами можем услышать мурчание хлоя выслушай перестань но все нет вопрос второй а мурчат только кошки или какие-то животные тоже способны издавать мурчание но быть может вы знаете что всех хищников из хищных млекопитающих делят на две большие группы это кошка подобные и собака подобные и вот среди кошек подобных хищных млекопитающих тоже встречаются такие животные которые могут издавать мурчание например выяснено что мурчание могут издавать некоторые представители виверовых также при лактации когда мать кормит своих детенышей могут например издавать мурчание пятнистые гиены. Возникает ещё один вопрос, а зачем, собственно говоря, мурчание нужно? Вопрос этот тоже не праздный, потому что вообще-то представляется, что кошки мурчат от удовольствия, когда им хорошо, когда им спокойно, уютно, и показывают они к вам свое расположение, они издают мурчание. Но на самом деле оказывается, что кошки мурчат и в разных других ситуациях, не всегда эти ситуации для кошек такие уж прям безоблачные. Например, кошка может мурчать, когда она испытывает боль. Рожающие кошки издают мурчание, то есть создается впечатление, что в некоторых случаях кошка использует мурчание для того, чтобы как-то себя успокоить и улучшить свое физическое состояние. При боли, стрессе и так далее кошки тоже свое мурчание используют. Но прежде всего, конечно, мурчание используется этими животными для общения друг с другом, ну и, соответственно, с человеком, поскольку нас они тоже воспринимают как часть своего такого социального окружения. Известно, что котята научаются мурчать и мурчат в возрасте двух дней. То есть в этом возрасте они используют мурчание, конечно, прежде всего для общения со своей матерью. В тот период, когда котенок, например, пьет материнское молоко, он тоже мурчит таким образом, давая возможность кошке понять, что все хорошо, он сыт, доволен и с ним все прекрасно. И кошка, соответственно, тоже мурчит в ответ. Мурчание происходит на частоте у разных видов кошек, на частоте где-то от 20 до 30 герц. Ну, в среднем возьмем 25 герц. И считается многими людьми, что вот эти вот звуки на такой частоте, они оказывают благотворное влияние для здоровья. Есть даже такой термин фелинотерапия. Кошачье мурчание может лечить людей. Уж сколько же во мне талантов уместилось! Вот сказывается предположение, что вот эти вот звуки мурлыкающие, они способствуют, например, тому, что лучше срастаются переломы костей или, например, заживают растянутые связки. И было также предложено, например, использовать мурчание для того, чтобы астронавты, которые вернулись из космоса, привели в порядок свою опорно-двигательную систему. Находясь в ней весомости, они не могут нормально нагружать свою опорно-двигательную систему, мышцы слабеют, кости тоже теряют свою прочность. Вот для того, чтобы космонавты быстрее приходили в себя, было предложено использовать как раз вот эти звуки на частоте 25 Гц, которые бы помогли людям обрести быстрее былую подвижность. Так что, видите, на самом деле, мурчание кошек, эта штука, с одной стороны, нам всем хорошо знакома и простая, а с другой стороны, оказывается, она имеет какие-то дополнительные функции, о которых, может быть, не все подозревают. Ну что ж, друзья, спасибо вам за то, что вы присылаете нам свои вопросы, пишите еще в комментариях, о чем бы вы хотели спросить и что хотели бы узнать. Приходите к нам в музей, мы очень рады вас видеть и всем пока!